Всем привет! Очень рада видеть вас сегодня на своём канале. С вами Ольга Придухина. Сегодняшнее видео я хочу посвятить теме ваших трусиков. И действительно, как бы ни казалось вам смешно название, но действительно это так, что по вашим выделениям, по вашим трусам можно определить, всё ли у вас хорошо, или есть какие-то проблемы со здоровьем, причём и у мужчины, и у женщины. Поэтому, друзья мои, я вам крайне рекомендую посмотреть, потому что это такой очень яркий диагностический признак. И действительно, вот кажется, вроде бы такая вот ерунда, но действительно очень много всего можно определить. Поэтому сегодня мы разберёмся, что же можно определить, какие выделения о чём говорят, и когда стоит идти к врачу и бить тревогу. Дорогие мои, если вы ещё не подписаны на мой канал, я вас приглашаю подписываться, делить ваше мнение в комментариях и задавайте интересующие вас вопросы. Ну что, я предлагаю начать. Действительно, у мужчин, у женщин часто бывает проблема выделения. Проблема очень-очень серьёзная. И здесь иногда сложно понять вообще, да, какие выделения, что с этими выделениями и так далее. А именно потому, что остаётся на ваших трусах, эти выделения мы можем классифицировать. Часто женщины... Начнём про женщин, да. И, кстати, друзья мои, подписаны ли вы в мой телеграм-канал? Если вы ещё не подписаны, я вам крайне рекомендую. Самая первая ссылочка в описании под этим видео. Переходите, подписывайтесь. Там я ежедневно выкладываю огромное количество очень интересной, полезной информации, провожу опросы. Потому что вот я уверяю вас, что многие вот кажутся, вроде бы, так всё просто. И у многих название вызывает такое вот удивление, смех, там, ещё что-то, да, какие-то эмоции. Но на самом деле даже вот мажущие кровянистые выделения на ваших трусиках у женщины говорят о многих проблемах, о очень многих проблемах. Начиная от того, если у вас есть задержка менструации, а внематочной беременности, заканчивая разными проблемами, допустим, с эндометриозом, да. И эндометриоз является такой очень серьёзной проблемой современных женщин, когда кровянистые выделения никак не связаны с менструацией. И, соответственно, они беспокоят женщину, да, в течение долгого, такого долгого времени. Соответственно, если вы видите, что у вас появились вот эти коричневые мажущие выделения, друзья мои, обязательно обратитесь к гинекологу, обязательно пройдите ультразвуковое исследование, да, обязательно, для того, чтобы подтвердить заболевание, да, с ваше. И, соответственно, обследоваться вовремя и назначили вам хорошую, хорошее лечение. Это очень важный момент. Следующий момент, да, если мы говорим про воспалительные заболевания, то здесь тоже вы увидите, да, водянистые, кровянистые выделения, выделение, ой, прошу прощения, не кровянистые, гнойные выделения, выделение от молочницы. Вы всё это увидите в виде пятнышка на своих трусиках. И для вас плюс ко всему это может сопровождаться запахом, да, и здесь не надо, вот прямо, что мы будем там нюхать трусы или что-то. То есть уже вы будете чувствовать этот абсолютно неприятный запах, да, абсолютно неприятный запах. Соответственно, вот здесь я вам крайне рекомендую, что только вы увидели, что появились какие-то вот такие выделения. Ещё момент. Обязательно нужно, если вас постоянно мучает молочница, если вас мучают какие-то выделения, откажитесь от ежедневных прокладок. Это крайне важно, потому что они часто как раз провоцируют развитие того же кандидоза, вагиноза, каких-либо воспалительных заболеваний, да, провоцируют различные половые инфекции. То есть эти моменты, они действительно вот так вот играют такую очень важную роль. И здесь ещё, вот всегда обращаю ваше внимание, что у вас вы можете очень хорошо, очень быстро избавиться от каких-либо выделений, если смените бельё. Вместо синтетического будете носить более натуральные ткани, если вы избавитесь от ваших любимых ежедневных прокладок, да, потому что вот эти ежедневные прокладки также негативно влияют на ваше выделение, да. И часто женщины прям жалуются, что вот вроде мы лечим, лечим, лечим молочницу, никакого абсолютно эффекта нет. Поэтому обязательно откажитесь от ежедневных прокладок, от синтетического белья, откажитесь от гелей, всяких там кремов для интимной гигиены. Это тоже такие моменты, потому что часто, если вы будете использовать пенку, мыло для постоянно интимной гигиены, то вы увидите, как всё-таки это негативно влияет на вашу микрофлору. В том числе это могут вызывать даже сухость, что если нет вообще никаких выделений, это тоже плохо. У мужчин, если вы видите на трусах какие-то выделения гнойные, да, водянистые, зеленоватые, с запахом, это тоже говорит о том, что у вас есть какая-либо инфекция. Да, есть возбудитель, который провоцирует ту или иную инфекцию. Поэтому самое главное, что вам нужно вовремя обратиться к врачу, сдать, вот увидели на трусах пятно, уже нужно бежать. И вы понимаете, что это не от мочи спускания, да, пятно. Или наоборот, пятна от мочи спускания, да, постоянно вас беспокоят. Это значит, что происходит какое-то нарушение, подтекание мочи, да, то есть с мочеполовой системой также есть проблемы, и тоже нужно обратиться к урологу. Поэтому на такие моменты мы, конечно же, обращаем внимание. Соответственно, увидели что-то аномальное на своих трусиках, идем, сдаем анализы, идем, сдаем мазки. И это крайне важно для того, чтобы вовремя избавиться от той или иной инфекции, да. И пролечиться, чтобы пролечили вас, пролечили вашего партнера. И, соответственно, вас больше это не беспокоило. Потому что, как вы знаете, от воспалительных инфекций бывают очень серьезные осложнения, с которыми потом очень-очень тяжело бороться. Дорогие мои, я напоминаю, что совсем скоро выходит моя новая книга «Мой мужчина. Моя крепость». Ссылочка на предзаказ в описании. Я вам ее крайне рекомендую. Там я рассказываю многие аспекты, как предотвратить различные воспалительные заболевания, как повысить вашу потенцию, эрекцию, сохранить ее, улучшить, улучшить ваши либидо. Поэтому я вам ее крайне рекомендую. Обязательно переходите, заказывайте, и вы не пожалеете. Я вам желаю всего самого наилучшего, здоровья и до новых встреч. Пока-пока.